Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Оттепель позволила дорожным службам приступить к ямочному ремонту. По поручению главы Самары в первую очередь заделывают самые опасные участки. Выявленные дефекты сварки на Самаро-арене устранят до 20 марта. На оперативном совещании в правительстве обсудили перспективы развития стадиона. В работе 11 памятников архитектуры в Самарской области продолжается реставрация объектов исторического наследия. В заключительный день зимы в Самаре прошел воскресник. Городские коммунальные службы направили все свои усилия на очистку города от снега и наледи. Во всех районах города организовали работу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и подрядных организаций. Контролировала работу в районах города глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Людмила Решетова выходит на работу еще до рассвета и заботится о комфорте и безопасности самарцев. Вот уже почти 10 лет она трудится дворником. Снег тяжелый был. Было очень тяжело. Стараюсь работать так, чтобы и само не стыдно было. Слава Богу, даже спасибо, говорят. Чтобы привести город в порядок, к первому дню весны и к началу новой рабочей недели убирать улицы и дворы с 6 утра вышло более 2000 дворников и рекордное количество техники – 505 единиц. Ресурсы увеличили примерно на 30%. Ход уборки вместе с главами внутригородских районов проконтролировала глава Самары Елена Лапушкина. Во многих дворах уборочная техника сталкивается с главной проблемой. Владельцы машин не переставляют свои автомобили. Для того, чтобы предупредить самарцев об уборке, многие УК и ТСЖ заранее повесили на подъездах объявления. Входные группы и тротуары, прилегающие к входным группам, управляющим компаниями, отработанные до асфальта, посыпанные против углореда материалами, есть замечания по проездам. Наряду с управляющими компаниями, которые добросовестно подходят к работе, остаются и те, кто не хотят выполнять свои обязанности. Откровенное нарушение интересов жителей, это, конечно, неправильно. А житель как настроен? К сожалению, жители эту компанию выбрали и, в общем-то, не настроены переизбирать ее. Это дома, которые раньше обслуживала компания ЖКС. И, в общем-то, конечно, по сравнению с ЖКС Мичуринская хотя бы на три домов что-то делает, но, к сожалению, вот такое вот отношение к территории. А кто чистит все-таки территорию? Ну, когда ситуация заходит в тупик, чистим силами администрации. Проверил ход уборки в районах также и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Основная задача по УДС стоит это площадки, посадочные площадки, это тротуары в этом вопросе, потому что уличная дорожная часть практически. Да, по борту подбит снег, а на проезжем части до асфальта, но нужно расширять. На уборку в это воскресенье вышла почти вся техника из автопарков коммунальных организаций. При необходимости коммунальщики были готовы задержать смену. У нас в любом случае дежурный круглосуточный, то есть постоянно смотрим, если у нас есть нужда в выходе техники, выходим. Особое внимание уделили социальным объектам, расчищали подъезды к детским садам, школам и больницам. Следили также, чтобы расчищали подходы к подъездам и обрабатывали антигололедным веществом. Люди, когда пойдут на работу, это в основном в среднем до 8 часов утра, конечно, к этому времени совершенно точно должны быть расчищены тротуары и выходы из подъездов. Проверить качество уборки выехал также министр энергетики ЖКХ Самарской области. С своей стороны, хочу сказать, что министерство энергетики ЖКХ Самарской области будет продолжать мониторинг и работу с управляющими компаниями СТСЖ для более оперативного реагирования на жалобы жителей, для более качественного предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства. Плюсы и минусы работы управляющих компаний СТСЖ и ЖСК оценивали и сотрудники областной госжилинспекции. Фиксируются фото непосредственно, например, неочищенные козырьки, неочищенная кровля от снега на ледя, отсутствие уборки придомовой территории, то есть она не посыпана реагентами. То есть вот эти вещи фиксируются, составляет соответствующий акт. И в отношении управляющих организаций, как у управляющих компаний, так и СТСЖ, в случае подтверждения данных обстоятельств, что не убрана территория, например, будут приняты меры административного воздействия. Для управляющих компаний это достаточно значительный штраф, до 350 тысяч. О проведении «Воскресника» все управляющие компании были оповещены заранее. Большинство выявили технику и дворников, подвела итог глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, есть управляющие компании, которые не откликнулись на призыв и свои обязанности не выполняют. С ними работают внутригородские районы в рамках жилищной инспекции, с ними работают инспекторы ГЖИ, и эти сведения будут в дальнейшем передаваться в том числе и в прокуратуру. «Воскресник» прошел во всем городе. С дорог, тротуаров, остановок, общественных пространств на полигоны вывезли около 11 тысяч тонн снега. Израсходовали порядка 100 тонн специального антигололедного вещества. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Оттепель позволила дорожным службам приступить к ямочному ремонту. По поручению главы Самары, в первую очередь нужно заделать самые опасные участки. Ремонт будет вестись круглосуточно. Как улицу Революционную приводят в порядок, увидел наш корреспондент. На улице Революционной кипит работа, пар стоит столбом. Дело в том, что здесь горячей асфальтовой смесью заливают ямы на дороге. Технология простая. Сначала ямки придают правильную геометрическую форму глубиной 5 сантиметров. Затем из нее удаляют воду и грязь. В финале заливают специальный раствор. Самое быстрое – через полчаса по уже ровной дороге можно смело ехать автолюбителям. Чем больше формы ямы, грубо говоря, там 2 квадрата, 3 квадрата, то она, соответственно, до часа доходит до застывания ее. А если меньше, то, конечно же, она застывает быстрее. Мы ее, конечно, стараемся огородить каким-то механическим способом, потому что она горячая, потому что колесо проедет, грубо говоря, и она сразу ее все выталкивает. И поэтому необходимо, чтобы она хотя бы загустела. Технология позволяет это делать в такую погоду. Аварийный ямочный ремонт можно проводить уже при 10 градусах мороза. В первую очередь будут приводить в порядок улицы Революционная, Белорусская, Нагорная, Вольская, Тухачевского, Ракетовское шоссе и путепровод на физкультурной. Такую задачу поставила глава города Елена Лапушкина. Предприятия, которые обслуживают дороги в рамках заключенных контрактов по содержанию, приступили к выполнению работы по аварийно-ямочному ремонту, ультывам с вольтопетонной смесью. Всего у нас до конца марта в планах выполнить ремонт почти 11 тысяч квадратных метров. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети, в том числе проведение аварийно-ямочного ремонта, заключены со специализированными организациями еще в декабре прошлого года. Благодаря этому, как только позволили погодные условия, стартовал данный вид ремонта. В переходе с зимнего периода на весенний происходит большое количество переходов через ноль. Переход через ноль – это такой строительный термин, подразумевающий под собой перемену температуры с положительной на отрицательную. Днем тает, все образуется вода, вода попадает в ямы, ночью она замерзает. Все знают принципы льда, что лед имеет свойство выдавливать, то есть разрушается фактически из маленькой какой-то выкрашенной, это превращается в большую яму. За смену, по крайней мере, сегодняшнюю, планируется выполнить, снять аварийность примерно на этих улицах на площади 250 квадратных метров. Пять мобильных установок по заливке асфальтобетонной смеси сейчас работают на дорогах города. Большинство ям заделают ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но где участки требуют немедленного вмешательства, ликвидируют ямы и днем. Ремонтные организации и асфальтовые заводы к работе подготовились заранее, и как только погода позволила, городские дороги немедленно оккупировали ремонтные бригады. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. Выявленные дефекты сварки на Самара-Арене устранят до 20 марта. На оперативном совещании в правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова рассмотрели вопрос о работе и перспективах развития стадиона Самара-Арена. Подробности в нашем сюжете. Все дефекты, которые были выявлены на Самара-Арене, устранят до 20 марта. Об этом стало известно на совещании, которое в режиме ВКС провел глава Самарской области Дмитрий Азаров. В акте приема стадиона указан ряд замечаний, но все они не носят критического характера. Это отражено в акте приема стадиона от Российской Федерации. Как точно. Коллеги, вот это очень важно. Что когда стадион сдавался, мы принимали вот эти уже там выявленные дефекты, мы все отразили, мы приняли его в таком виде. Во время ежедневного утреннего обхода была обнаружена трещина на сварочном шве. Но ситуация не критична, поскольку речь не идет о несущей конструкции. Трещина на сварном шве на горизонтальной связи. Прошу всех услышать меня и еще раз подчеркиваю, что не на консолях, которых 32, а на горизонтальной связи. Если простым языком, это горизонтальная труба. Все неисправности по гарантии устранит организация, которая строила объект. Также Виталий Иванов рассказал о планах по развитию стадиона. Уже есть договоренности о размещении на стадионе спортивных секций подразделений технопарка «Жигулевская долина», заточенных на проекты Самарско-Тольятинской агломерации и школы спортивного ТВ. Завезены первые экспонаты в музей самарского спорта. Кроме того, ведутся переговоры об организации на территории парка экстремальных видов спорта и парка развлечений с элементами дополненной реальности. Глава региона подчеркнул, что очень важно иметь конкретный план работы с ориентаторами и жестко соблюдать сроки его реализации, и поручил председателю правительства включить достижение цели и задач по развитию стадиона в КПИ дирекции учреждения. Виктория Шарая, события. В Самарской области продолжается реставрация памятников исторического наследия. Объекты ремонтируются на средства федерального бюджета при содействии депутата Государственной думы Александра Хинштейна. В настоящее время на территории региона 11 памятников архитектуры, где ведутся реставрационные работы. В их числе Иверский монастырь и здание фабрики кухни будущего филиала Третьяковской галереи. Когда на объектах завершится ремонт и как скоро самарцы смогут увидеть уникальные полотна великих художников, знает Ольга Павлова. Небольшая, старенькая, но любимая и намоленная – такой была трапезная храма Иверского монастыря еще пару лет назад. Перед реставрацией волновались, не скрывая эмоций, рассказывает матушка Нафанайла. Но потом убедились, что не только сохранят исторический фундамент здания, но и капитально отремонтируют комнаты и залы. Дай Господи, чтобы все здесь окончательно было сделано, доброкачественно, чтобы это на многие лета, как говорится, был этот храм. И мы, конечно, будем и дальше молиться за всех, кто участвовал и в финансировании храма, и в проектной организации. Строители привели в порядок фасад, выполнили отделку внутренних помещений. На восстановление этого комплекса из федеральной казны направили почти 70 миллионов рублей. Здание храма пришлось восстанавливать буквально по крупицам. На очереди Сестринский корпус. Он также является памятником архитектуры регионального значения. Ну и вы видите, в каком состоянии находится Сестринский храм. Особенно внутри, конечно, наша задача сделать так, чтобы эти объекты были восстановлены в своем первозданном виде и стали украшением нашего города и нашего региона. Завершить реставрацию Сестринского корпуса планируют в 2022 году. На его обновление из федерального бюджета выделят около 100 миллионов рублей. В том же году для самарцев должен распахнуть в свои двери филиал Третьяковской галереи. Он займет здание фабрики кухни. Сейчас на объекте в круглосуточном режиме работают 200 строителей. Уже полностью завершено усиление фундамента и закрыт тепловой контур здания. Выполнен монтаж ограждающих конструкций. На реставрацию здания из федеральной казны ушло более полутора миллиардов рублей. В общем и целом работы идут в графике. Мы рассчитываем и уверен так и будет, что в сентябре этого 2021 года мы завершим все ремонтно-реставрационные работы и торжественно его откроем. Ну а сам филиал Третьяковской галереи начнет уже полноценно действовать с весны 2022 года, потому что музейщикам нужно определенное время для разбега. 11 объектов культурного наследия региона сейчас находятся на реставрации. Это памятники федерального и регионального значения. Ранее был отреставрирован польский костел. Сейчас идет обновление Старообрядческой церкви на Льва Толстого. В настоящее время ведутся проектные работы по реставрации дома со слонами. Меценаты и купца Константина Головкина. В будущем там планируют разместить школу молодых архитекторов Самарского политехнического университета. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Число больных COVID-19, которые находятся на амбулаторном или стационарном лечении, постепенно сокращается. Поэтому с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. В случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным коронавирусом. О чем еще говорили на оперативном штабе по борьбе с COVID-19, расскажем в сюжете. За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась у людей в возрасте от 7 до 50 лет. В то же время чаще стали болеть дошкольники и пенсионеры. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном или стационарном лечении, постепенно сокращается. Поэтому с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. Однако в случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным с COVID-19. На сегодняшний день в регион поступило более 128 тысяч доз вакцин гам-ковид-вак. Свыше 100 тысяч человек привиты одним компонентом. Почти 40 тысяч человек закончили вакцинацию. Вакцент на вакцинацию людей с пожилого возраста старше 60 лет. У нас привиты 46,7 процента. И они также являются приоритетом первого года. В феврале за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима было составлено около 5,5 тысяч административных протоколов. За прошедшую неделю проведено почти 300 проверок многоквартирных домов по соблюдению санитарной обработки и мест общего пользования. И 27 рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. По всем фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы. Понятно, что мы не можем сейчас запретить людям ездить. Мы и так максимальное количество транспорта выводим на линию. Но понятно, что оно справляется с пассажиропотоком за счет максимальной нагрузки. Коллеги, здесь нам совершенно очевидно нужно продолжать просто наказывать, штрафовать, привлекать органы внутренних дел, как мы выясняли, для этого. Это более эффективно происходит. Но без этого мы, конечно, ситуацию не изменим. При очень строгом соблюдении санитарных требований пройдут проводы зимы. Масленица, фестивали студенческого творчества «Веснушка» и «Самарская студвесна». По итогам заседания штаба поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Также будет увеличено количество рейдов в общественном транспорте. Ограничительные меры действуют в регионе до 14 марта. В том числе обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Виктория Шаре. События. Пациенты, у которых коронавирус диагностировали в легкой форме, проходят лечение на дому. Ежедневно представители районных администраций проверяют, как амбулаторные больные себя чувствуют и соблюдают ли самоизоляцию. С подробностями мэрия Елчан. Как у нас самочувствие-то? Нормально. Нормально. Так. Самоизоляцию соблюдаем, да? Ничего, все будет хорошо, вы не переживайте. За пациентами, которые проходят лечение от коронавируса на дому, ежедневный контроль. Дистанционно по домофону представители районной власти узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и в чем они нуждаются. Жители, у которых COVID-19, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования. Сегодня мониторинг прошел в Кировском районе. Естественно, всегда интересуемся самочувствием. Обязательно предоставляю свои контакты. Даже, вы знаете, настолько бывает, но долго человек находится на самоизоляции, да? И такое сплочение получается, потому что это жители моего микрорайона. И мне настолько приятно, что мы потом еще остаемся в хороших, таких дружеских отношениях. На сегодняшний день в Кировском районе порядка ста инфицированных. Это в несколько раз меньше, чем было в конце прошлого года. По словам властей, есть тенденция к снижению заболевших, но расслабляться по-прежнему нельзя. В целом, если у нас есть человек, который не соблюдает, скажем так, режим самоизоляции, мы эту информацию сразу же фиксируем и максимально контроль усиливаем тем. В том плане, что готовим информацию для отдела полиции номер один нашего Кировского района, который уже непосредственно с помощью выхода участкового, еще кого-то, кого они определяют, проводится человеком профбеседу. Если фиксируется, что человек реально отсутствовал, то это уже штрафные санкции. За весь период в Кировском районе было порядка 10 нарушителей самоизоляции. Штраф за подобные нарушения может составлять от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Напомним, что на территории района организован волонтерский штаб, в который направляются заявки и добровольцы помогают тем, кто временно не может выйти из дома. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Мэри Елчан, Сергей Баскин, События. История со счастливым концом. Донор, сдавший плазму, содержащую антитела к коронавирусу, встретился с пациентом, которому это спасло жизнь. В Самарской области продолжается заготовка иммунной антиковидной плазмы. Кто ее может сдать и как проходит процедура – в нашем сюжете. Софья Кириллова работает детским врачом и еще на третьем курсе университета стала донором. Кровь сдает регулярно. Осенью переболела ковидом в легкой форме, быстро восстановилась. И как только это стало возможным, решила сдать антиковидную плазму. Для этого оставила заявку на сайте, после чего медика пригласили на процедуру. А спустя месяц узнала, что ее плазма спасла жизнь человеку. Как врач я понимаю, что данная инфекция, она достаточно трудно пытается терапии. А переливание плазмы – это очень эффективная методика. Я уже от одного звонка, когда мне сообщили, что моя плазма пошла на пользу пациенту, стала намного лучше после переливания. Это такая радость. Плазму с антителами перелили 60-летней Людмиле Федоровой. Женщина заболела еще в январе. Сначала лечилась дома, но становилось все хуже. И женщина оказалась в реанимации. Говорит, если бы не переливание плазмы, неизвестно, увидела ли она бы своих внуков. Для меня были они как ангелы. Вот все заходят в белом. Вот ангелы и ангелы. Доктора молодцы. Они говорили, что мне дают, какие лекарства, какие капельницы. И доктор предупредил, что, допустим, завтра мы вам будем переливать плазму антикобидную. Вы не против? Конечно, не против. Уже на следующий день после переливания плазмы Людмиле стало гораздо лучше. К этой процедуре врачи прибегают в том случае, если после трех недель болезни пациент не выздоравливает. Достаточно много пациентов мы пролечили с помощью антиковидной плазмы. Это пациенты, у которых не было эффекта от стандартной терапии. Или в первые дни заболевания тоже активно использовали антиковидную плазму у пациентов со средним тяжелым течением и тяжелым течением коронавирусной инфекции. Одному пациенту требуются две дозы плазмы. Их вводят с промежутком в 24 часа. Донором может стать любой человек, который перенес коронавирусную инфекцию, и его кровь содержит много антител. При этом у него нет хронических заболеваний, заболеваний крови или перенесенного туберкулеза. Виктория Шарая, события. В Самарской области приявились от коронавирусной инфекции уже почти 111 тысяч человек. Свыше 51 тысячи завершили вакцинацию. В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют старшему поколению и тем, у кого есть хронические заболевания. Мэри Елчан расскажет подробнее. Арсентий Дмитриев 41 года рождения. 35 лет мужчина проработал в гражданской авиации. Сейчас он на пенсии. Заботясь о своем здоровье, Арсентий Арсентьевич решил вакцинироваться и тем самым сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Есть необходимость в том, чтобы предотвратить всякие нюансы по заражению этой опасной болезнью. Сейчас вся страна делает. Никто не бояться, а я не боюсь. В первую очередь в регионе прививают людей из групп риска. Медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинацию необходимо пройти тем, кто по роду деятельности связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения. Мы осуществляем разведение потоков пациентов. Те, кто пришел на вакцинацию, те, кто пришел просто посетить поликлинику с той или иной целью. Перед вакцинацией человек осматривается врачом и по времени заранее указанному человек проходит вакцинацию. В регионе привито уже более 100 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию почти 40 тысяч. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Заявку на прививку от коронавируса можно оставить по телефону горячей линии 122, а также на портале госуслуг. Мэри Елчан, события. Жители Самары подали уже 130 заявок на конкурс «Самарская маслена. Гости, дорогая». Участникам необходимо создать куклы своими руками. Профессиональные жюри выберут лучшие работы и в конце масленичной недели они украсят площадь Куйбышева. Слово мэри Елчан. Наша масленица, дорогая, она гостюшка готовая. Ой, ладно, 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 ладно. Свыше 130 заявок поступило на участие в конкурсе «Самарская маслена. Гости, дорогая». Одни из претендентов на победу – воспитанники Центра эстетического воспитания детей и молодежи. Здесь школьники занимаются песнями, танцами и рукоделием. Как говорит преподаватель учреждения, участие в конкурсе для ребят – хорошая практика. Конечно же, необходимо объяснить детям истоки, откуда появился этот праздник, как он праздновался, какие основные элементы бытовали, например, у нас в Самарской области или вообще повсеместно в России. И, конечно, это, прежде всего, позволяет им развить свою национальную идентичность, понять, кто мы, какие традиции были на нашей земле. Чтобы принять участие в конкурсе, воспитанникам было необходимо изготовить своими руками ростовую куклу высотой не менее 50 сантиметров. Ребята решили выполнить ее в современном стиле. На всю работу ушла неделя. Они сшили костюм, сделали украшения и нарисовали лицо. Каркасом для куклы послужила деревянная крестовина, а наполнили маслёна синтепоном. Это очень веселый праздник, мне кажется. Мы с семьей празднуем сами дома. И здесь тоже хотелось приобщиться к общественным праздникам. Маслёна для конкурса может быть выполнена в разных техниках с использованием любых материалов. Заявки на участие будут приниматься до 7 марта. Лучшие работы представят на главной площади города во время проводов зимы. Мэри Илчан, Василий Кладошов, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!